так третья часть он пошел на б4, на c3 и на b2 на c1 на b2 слон плохо стоит, теперь мы получаем структуру английского начала, но с потерей 5 темпов, что в общем то нормально d3 уплотняемся пирамидку выстрелим мы разовьем атаку и разовьем атаку на холес как фланги сейчас мы берем коня, вводим h4 уже снова проблемы да, будем делать какие-то неуклюжие ходы но мы не будем спешить, закончим развитие такую маленькую ловушку создадим, g5 хотим пойти, он конечно видит мы развиваемся, зеваю конь b4 но он не видит, а может он видит, не знаю, наверное не видит надо было играть ему b4 сразу, теперь он дает нам коня просто так давайте заканчиваться, d6 уже 5 вскрываем все линии конь h5, не сыграно почему-то д7, очень сильная проходная а4 создавая угрозу слона 3 обратите внимание на мощную игру белых на двух флангах слона 3 теперь мы меняем слонов не меняем слонов мы просто забираем ладью и мы следующим ходом после ладья d8 понимал, после ладья d8 на ладья d8 пойдем ферзи d6 поэтому выбросил ферзя сразу поэтому пойдем ферзи d3 поменять ферзи это очень важно нет ничего важнее на этом свете, чем поменять ферзи ферзи d2 хоть что-то повторение ходов мы его не допускаем конь идет на d3 и мы наконец-то забрасываем ферзя на d6 ключевой аминт партии на 13 секундах я боюсь, что это не ключевой аминт партии нет, ключевой, ты не понимаешь и мы меняем ферзи, и все, и партия окончивается теперь уже точно мстерство самое главное поменять ферзи и шансы соперника сразу заканчиваются подаем очень важный шаг король f8 играем ладья f1 он бьет ладью и мы даем мат здорово давно не видели зрителей мата да поэтому я понимаю, что эти дебюты здесь слишком сильные для наших соперников и на грани стоит пойти h4 h4 мы еще не пробовали и на е5 ладья h3 типичный подъем ладьи по третьей горизонтали вот недавно карлсон матч на первом ста мира сыграл а4 ладья а3 ну карлсон все таки довольно слабый шахматист и поэтому он осознал всю силу этой идеи только на 15 ходу а я понял, что зачем терять время ладьи надо переводить сразу вот соперник очевидно оценил всю тонкость и глубину этой дебютной идеи и думает уже 25 секунд я согласен, что за доской найти какой-то способ бороться с этой идеей перевода ладьи на поле b3 абсолютно нет возможности поэтому нужно нажать на стол и начать следующую партию нет, мы должны дождаться есть особый шаг в этом кстати заходил к нам в партию сейчас Владимир Дубровский это один из активнейших участников нашей группы Владимиру привет мы тебя любим играя на борт играя на гитаре мы выиграли по времени наверно или сами уронили флот итак следующая партия Гит, почему ты не заряжаешься? конь идет на e5 и мы меняем корней очень быстро это очень важно я просто не представляю насколько это важно мы получаем самую лучшую позицию по дебюту за последние 40 партий я думаю это ну f5 это напрашиваю напрашиваю емко дем менять менять ферзей вот это да представляешь, он уже поверил в то что он выиграл ферзу недооценил на эту идею конечно король брати дохода не заметил он такой слишком короче я таких не вижу а 33 зерновый красиво он даже не проверяет ну и белый и черный закономерно получает гигантский перевес ну потому что абсолютно невозможно с нами бороться когда фиг с разменами я вообще не понимаю зачем он тратит наше время играть после разменов времени надо было сдаться из-за медлительного тем более красивый тактик это очень важное ослабление мы вынудили и теперь мы пытаемся поймать коня конь не ловится задача не изглевших наверное ловится поймал 7, теперь мы прячем корня на бассейн и сдвавим ладей по 4 горизонтали ладей на 4 горизонтали это очень сильный сначала можно двоиться по 2 но потом важно перевестись на 4 дать линейный мат тоже вариант неизбежно так сказать народят всем пойдем конечно же король а6 король c7 даже не обсуждается хочу король спрячется на b3 и черный одержит победу здесь то мы возьмем какой неугомонный да не дооценила эту идею пожалуй придется идти обратно сушу вообще понимать происходят или нет так легко и убежать наверно наш бакалов спрячется в итоге а не у нас все таки допускают этот мат ну ладно да 11 только с ним я думаю там уже к пятнадцати приближается ф3 отлично и е4 обрати внимание на то что у нас интересный соперник не ок да согласен не ок посмотри я думаю Петя будет довольна это защита первых спорфинцева без пиже крэмф конец осознавения слон g5 да и мы ракируемся в длинную сторону и ничего не добиваемся по дебюту как это ну потому что я не вижу способа поменять ферзей да ну все слон g6 но вот дома выиграем фигуру к сожалению задача по по смену ферзей это пока не очень не помещает к тому же у него очень активная фигура через чего активная ну да мы спать его можем проиграть что-то я не вижу как нормально ферзей поменят он g6 он g5 придется наверное мат что ли ставить это конечно не совсем то что хотелось да придется мат ставить я не вижу как этого ферзя достать да обидно вода 6 закончен можно да можно так печально а что пьяник думает ты сложнейший лица да и получают сложнейший мат да когда же против нас будут играть алекхина куда 6 да недооценил не буду бать слова портить структуру не стоит лучше пешку побью и пойду ферзь d5 если ферзь рано вышел в бой значит большие шансы поменять ферзей согласен? вот в чем идея шах шах да выиграл пару секунд да да он е4 абсолютно никого не волнует что есть ферзь размен ферзей какой сперты а вот точно тактика сезона да у нас конечно могут поймать коня но это не страшно потому что главная цель уже тем более у него это меняет зачем главная цель оригинальный ход он тоже как и я видишь не любит портить структуру мы нашли друг друга два сильных крепких шахматистных да шо ж такое неожиданно сильный ход с нд3 пожалуйста придется отдать весь материал и поменять поменять нд3 ладья платит на седьмой горизонталь и у черных колоссальные проблемы с тем что выиграть эту позицию в один ход да вот это печально да король активизируется мы отдаем все пешки так и запланировано после чего мы неожиданно играем конь е3 он думает что это бесполезный ход дает какой-нибудь глупый шах и мы нападаем на мат вот да гениальная идея сильнейшая угроза да и в этой парке мы сыграем в первый раз солидные шахматы и выиграли 15 ходов вот увидишь он не может в ноль ходов я наше приоценил возможности так ну нужно нужно наверно нажать на паузу почему он не захотел играть тем временем у меня уже заканчивается молочко да не ок f5 разумно f6 конь f6 с помощью 7 это обратите внимание в защите первого финца черные получили несколько личных темпов для развития то что у них исчез королевский фланг это не так важно да дальше шахматы но там можно прижить тем более что он ферзь вышел в бой слишком рано и мы можем поймать его на размере в некоторых вариантах а в некоторых просто поймать ух зачем вопрос положить когда можно поймать на раз слушай этот ролик ну эти ролики агентируют людей менять ферзей соперник не ну он не понимает он вообще шахматы не понимает ну как можно менять ферзей против нас не понял главную ошибку да ну разумеется тут уже никаких шансов кто бы сомневался ферзей нет на низке черные играют ночной дуэт ну какие варианты вообще бесполезно да не знаю какие-то отчаянные движения тут пытаются разучить ну что это очень серьезно шахи какие-то нет стоп но странный человек он видишь как упорно да но сейчас он зевнет качество кто б сомневался и наши ладьи разрывают ну и да наши ладьи разрывают в первую очередь в середине доски нет все осталось тонко напасть на коня король и 5 выигрывает партию согласен ну нет 7 секунд шах да мат слон f1 слон f1 оказался неподъемным да не ну он сначала попробовал ладью и потом королем и понял то что да и теперь мы пойдем первым ходом ммм может быть уже солидные позиционные давай c5 солидных позиционных не получилось почему получил нормальный будет смешно если первый раз когда я сыграю нормальный диплом проиграем внутри ты огребешь после этого пойму что классику мне тоже надо играть от человека 13 от человека 1397 кстати он держится намного лучше чем большинство не то что держится на него получше тут солнце один очень точный ухо да довольно печаль из меня вообще стоп все это была первая последняя партия солидные позиционные вот можно подыграть нам и поменять ферзей ну все ладно в общем сбежали мы все-таки тут разгрома было близко но он не почувствовал тоже поменял ферзей и в общем не разгрома а даже не знаю как назвать слушай ну он он добился по моему успеха нет откуда я знаю смотри смотри у него всего-то не хватает пешки и 23 секунды по моему обычно вот к этому моменту уже все ясно было а тут еще вагон борьбы какой вагон борьбы ты что ферзей нет тут можно кататься до завтрашнего утра да нельзя это катать но ферзей нет на доске это о чем вообще все у меня есть серьезные сомнения победить белых в этой партии почему подавляющий перевес вот смотри они смогут забрать нашу проходную пешку круто какой ужас то битно если он сейчас найдет b5 и я пойду на пустое поле да и кстати у нас некоторые проблемы надо быстрее бежать сюда потому что если двигаешься можно не выиграть к счастью мы тут выиграем ход в ход наверное была не самая убедительная победа солидный позиционный шахмат в ход в ход все отлично можно пожертвовать нет нет давай мы не будем больше играть солидно 500 шахмата давай мы проведем слона мне нужно чтобы слон замотовал да только у меня не автоферзь я не знаю за 8 секунд можем не успеть вон лишь превращение галочку убери справа сверху да да ес мы сделали это победа поехали мы с вами не выиграли не выиграть эту банку я старался изо всех сил да вообще-то кстати это не должен был быть конец да мы же потеряли очки ну пускай будет до первого прогреша ну его не будет зрители подумают что нам просто надоело ну вообще так и было если честно разве не очевидно занимаешься это ладно помолчим зрители же они не должны слышать мата да и видеть тоже и видеть не должны видеть с тем чтобы они его не видели я неплохо справляюсь по-моему с тем чтобы они его не слышали за это ты ответственный Пети нету жалко главный специалист по мату шаху аппарату надо играть солидно без зона даже попыталась здесь мы с ошибка Канжи-4 Взяли О господи, он не разломался Нет, не разломался, всё на вами Вот он хочет, он только хочет его дать Кстати, мы не можем Подыграть ему Как думаешь? Каким образом? Вот так Ну и что? А, вот Меняем фрису Меняем ферзей, ты чувствуешь? Ты чувствуешь всю мощь размена ферзей? Видишь, ради того, чтобы не поменять ферзей Он отдает весь материал Хотя бы соперник понимает Что размена ферзей вообще нельзя допускать В никаком случае Видимо, он всё-таки мейловый найден Но он сейчас не побьет, я уверен Ты видишь, соперник с пониманием Ну, не, ну всё Не смог убежать Мы отдали две фигуры за этот размен Но это абсолютно не имеет никакого значения Главное отстрелить, выполнено Лишняя пешка Он даже не стремится её остановить Да, и мы сильно лагаем Но мы всё равно выиграем Это партия, конечно Специально... А, я думал, он специально не съедает Да Итак, третья часть у нас... Да, ну и меня, видимо, плохо слышно И мы не выиграем Не выиграем Не выиграем, не знаю Третья часть у нас подходит к концу Или уже четвёртая Я уже запутался, ребята Всем спасибо за внимание Ждите следующую часть весёлых минут Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok